Ну что ж, ребята, всем привет, это Михаил, канал Video Game Addiction, игра Kings Quest. В предыдущей серии мы решили головоломку на арене, правильно составили код для замка и получили ключ для двери, которую нам нужно открыть в городе, для того, чтобы, ну, собственно, пройти к Мэнни, который там, ну, сидит в колодце. Так, ну, надо идти, я так полагаю, искать последний ключ. Так, здесь у нас ничего нету. Ну, сейчас будем по ходу разбираться вообще, чё кого. Так, здесь никого. Три ключа у нас есть. Нам остался только четвёртый, я так понимаю, что четвёртый, скорее всего, находится в районе вот этого летающего острова. И, кажется, у меня есть мысли касательно решения одной из головоломок там, где было свидание пекаря. Ну, по крайней мере, мне это кажется возможным. Вот эти диски, которые мы собирали, можно на тот стол попытаться применить, но сейчас посмотрим, насколько это по факту реализуемо. Так, смотрите-ка. Опа. Пыщ. Так, и ещё один. Вот он. Ага, вот теперь всё встало на свои места. Так. А, из этого должно слово какое-то получиться ещё до кучи. Ну, не думаю, что это сложно будет, но, по крайней мере, должно получиться. Опа. Так, и... Что? Ввести слово? Так. Я пытаюсь понять, что тут вообще получилось за слово. Ну, я вижу тут Рик, например. Но тут, по-моему, буквы К нету. Ага, нету, да. Это... Это зараза. Блин. Нет ни того. Так. Что же тут может быть-то такое? А-а-а-а. Может быть, стрелы указывают и его палец на слово. Первое Ай, потом идёт Р, и потом идёт Пи. Если Ай и Р поменять местами... На, Рип. Точно. Айсен Пис. Вот. И последний ключ получаем. Странно, конечно Пароль такой Грустный, конечно Ну, это учитывая, что, да, Триумф Скорее всего Уже Не жив Животные-то явно живут поменьше При том, что он еще Скажем так, когда мы еще так стары-то не были Триумф уже Можно сказать Был таким больше домашним По-моему, в главе в третье Там нам его показывали Но я уже так смутненько помню, конечно Еще засыпаю наполовину До кучи, поэтому сейчас главное На чтении диалогов не заснуть Ну, что думаю сейчас Взбодрюсь Так, сейчас надо будет Надеюсь А, ну, ключи просто вставляются Без лишних головоломок То есть Я думал, что, может, еще какой-нибудь головняк Тут будет с этим связанный Я вспомнил, где были все ключи И замок был открыт Это доказывало, что я все еще Прибывал в здравом уме Я прикарманил хром Он был слишком редок, чтобы оставить его валяться на земле Замок из хрома, потому что Ну-ка Нет, не полезешь по этим камням Потому что, может быть, помните, как мы первый раз забирались в этот город Когда нам нужно было колесо для торговца выбрать Ну, вот, лезли по этим камням в надежде попасть туда Потому что ворота были изначально закрыты Тут не пройти завалено Я так понимаю, что мы сейчас поднимемся до входа к колодцу Да, и там, видите, не пройти, к сожалению, дальше Чтобы узнать, что там случилось Ну, хорошо Идем сразу к колодцу Ух, какой раз уж мы здесь появляемся в этом колодце Замурвали бы уж его давно даже Чтоб от греха подальше Лягушка у нас, кстати, все еще в инвентаре Так, если что, он лежит у нас пока Дальнейшее применение вызывает вопросы, конечно Куда мы и как ее применим Смотрите-ка, слез, однако Уверенно слазит в своем-то почтенном возрасте Монет стало еще больше Я чувствую себя лет на десять старше Больше маленькой двери тут нету Можете обратить внимание, что вон здесь уже Такой большой открытый проход А, точно дракон же тогда Как догнался за нами, он пробил Не помню приключений, от которых был бы так Так бы болели колени Ох, сейчас прыгать придется Забудь про день тренинга ног Мне нужен день стальных лодыжек Ну, прыгал ты уверенно А вот залазишь ты, конечно, как-то медленно Ну, у меня нет предчувствия, что этот Что этот правильный И не уверен, что что-то там хорошая попытка Ну, мы уже знаем, как левый действует Поэтому Нет смысла экспериментировать Смотри, Вова, Мордан Он должен появиться в любую секунду Ты знаешь, как я отношусь к этому имени Ладно, Мордан Раскрою свои глаза да пошире Не облажайся Облажаться? Позволь тебе напомнить, что ты живешь за счет моей магии Да, и когда твоя магия Состряпает мне гордую Годную партию Космолодца Я поощрю тебя Ты моя выдержка на исходе Я не потерплю больше никаких ошибок Брат, я предупреждал тебя держаться подальше от этих зелий Ты не хотел слушать Я потратил 30 лет своей жизни на то, чтобы повторить рецепт Хагарды И боюсь, в данный момент я готов двигаться вперед и идти дальше Твой разум ускользает в лучшие лета Ты забыл все, чем я пожертвовал ради тебя Я вытащил тебя из холода Спас от гоблинского рабства И ты еще имеешь нагло жаловаться мне на жалкие 30 лет Ну, время от времени я все еще чувствую себя гоблинским рабом Придержи язык, Мордон, или это сделаю я Что-то мне подсказывает, что Мэнни превратил дракона Или в какое-нибудь кровожадное чудовище И вот этот шрам на лице Подарок от Мэнни О, смотрите-ка, мы его отсюда видим Но не видим Мэнни Так Окей Значит, мигаемся дальше Он уже тоже изрядно постарел Ну, это может для Мэнни 30 лет фигня Но для этого чувака это однозначно действительно много Ну, как минимум, потому что он человек Я думаю, что у гоблинов несколько иное лет исчисления Мордон, разве твой огонек не угас много лет назад? Я спрятался под половыми досками, я так и знал Как семья? Ладили на удивление хорошо после того, как вы сократили ее численность Очень рад это слышать Ага, у тебя что, крыша поехала? Мне нужно обсудить кое-какие дела с твоим боссом Мэннин строго запретил мне пропускать тебя до тех пор, пока ты не убедишь меня, что у тебя все еще сильный и сообразительный ум И как я должен это сделать? Следуй этим четко обозначенным указателям Конечно Принеси мне доказательства того, что ты прошел каждое испытание, и затем я провожу тебя к Мананану Знаю, что ты не ответишь честно, но все равно спрошу Это какая-то хитрумная ловушка, придуманная с целью раздробить мои кости, вырвать мне руки или растянуть мое тело на дыбе? Нет Похоже на хорошую невинную забаву Так, ага, вот опускается этот мост У тебя есть доказательства? Нет, доказательств у меня еще нету Так, хорошо Значит, доказательства для него нужно будет действительно раздобыть Потому что я-то понял, что Это не столько обязательно будет Он, видимо, действительно воспринял наши слова всерьез Не могу понять, сломал ли я сейчас что-то или наоборот вправил на место Так, а тут этого места я не помню Дедушка, ты в порядке? Я просто не думал об этих историях долгое время У тебя все уши красные Просто дай мне минутку Эта часть становится нам немного чудаковатой Думаю, сперва я должен передохнуть Ты могла бы привезти бабушку сюда? Я приду после того, как ты что-то проснешься Отдыхай, дорогой Я вернусь после ужина Со мной будет все хорошо, не торопись Просто позвони в колокольчик, если понадоблюсь Спокойной ночи, любовь моя Что-то задумал Помни свое обещание Всегда ищи приключения Опа 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 О, а я-то думал, куда ты подевался? Нет, еще не время. Мне обещали одно, последнее. Ох, я буду бороться, уверяю тебя. Но, боюсь, ты прав. Ты всегда говорил откровенно, это правда. Зеркало никогда не обещало, что я отправлюсь к еще одному приключению. Только то, что мое приключение меня переживет. Только дай мне попрощаться. Афаната. Афаната, по-моему, это согласие обозначает. Ты чуешь этот живительный аромат, Грэм? Боюсь, это ядовитые пары. И это тот, кто сказал, что хочет соревноваться в битве умов. Твоя память слабеет, чтобы оказать, что твой разум ясен, тебе надо пересилить свои мысли. Ого, это типа оригинальный Кингс Квест. Аааа, огонь. Поговорить с моим драгоценным Александром. Ты видишь человека, у которого много незаконченных дел. Королева Воланесу умоляет тебя остаться, милый. Ты слишком напрягаешься, прошу, не связывайся с Манананом. Останься здесь и будь семьей. Я никогда не оставлю королевство в таком плачевном состоянии нашим детям. Так, Александр. Мы с Розелой попробуем воссоздать королевство. Позволь нам помочь. Ты не должен сталкиваться с Манананом в одиночку. Боюсь, что я должен, сын. Розелла. Пап, ты дал нам все, что мог, а теперь нам нужен ты сам. Еще столько сокровищ, которые я бы хотел передать вам. Это что это такое? На земле ты находишь золотой кулон и кладешь его в карман. Ты не уверен, для чего это сокровище нужно, но уверен, что оно пригодится позже. Обязательно сейчас подойдем к очаге. Я не понимаю армера. Что это? Не знаю. За бюстом очаги ты замечаешь нитку жемчуга. Ты берешь ценный, но бесполезный жемчуг и кладешь его в свой никогда не переполняющийся карман. Так, табом не открывается инвентарь, к сожалению. Мышка есть? Мышки нету. А, вот оно как. Так, обратно не вернуться, да? Вот ты раз. Мы, Серия, хотим поблагодарить вас за игру King's Quest. Нам жаль, что в этот раз у вас не вышло, и надеемся на лучший исход при следующей попытке удачи. Хм. О, смотрите-ка. Желудь и Whisper. Не скипнуть, к сожалению. Только повторно послушать. А, желудь и Whisper тоже скелеты. Забавно. Ого, смотрите-ка. Интересно, это пародия на какую часть. Потому что то, что сейчас было, это вот прям на самую-самую первую. Ну, я просто не со всеми частями знаком. Ну, играл я на самом деле только в седьмую. Вот, где за Розеллу играешь. И ее мать. А остальные, некоторые были там чуть ли не... Ну, я могу ошибаться. Ну, типа RPG. Вот. Вот, некоторые были квестами. И... Вот такой вот стилистики я, к сожалению, такого графена не помню. Грэм? Это ты? Амайя? Погоди. Если ты здесь, то это значит, что я... Что тебе подсказывает интуиция? Что она скорее наполнится желанными... Желейными бобами, чем страхом. Успокойся, твое время еще не пришло. Я здесь, чтобы помочь тебе управлять своими собственными чувствами. Здесь скрыты всякие подсказки, возможно, о том, как перехитрить Мэнни. Иначе как не убедиться, что наследие короля Грэма храброго не будет забыто? Тебя волнует только это? Неудивительно, что твой живот скрутился в узел. Позволь мне поискать ответ. Наследие это не то, что ты оставишь людям после себя, Грэм, а то, что ты вселишь в них. Лучше всего твое королевство передать молодым. И это все? Никаких язвительных колких фразочек или каких-либо предметов для меня, которые в итоге бы решили все мои проблемы. Эй, я отдала тебе все, что должна была дать. Тебе придется завершить этот квест самостоятельно. Хм. Так, встаем. Проснись, Грэм, твой разум силен. Давай, давай, вставай. Надо, надо. Прямо, криптонит мне очень сильно напоминает. Нет. То есть, здесь нечего делать, да? Ладно, идем наверх. Я так понимаю, это и есть доказательство? Ну, посмотрим все, что получится из этого. Вручим ему камень. Кстати, лягушка исчезла. Прекрасно, ставь его там и дай мне знать, когда пройдешь испытание на скорость. Я все еще жду доказательства, что ты прошел испытание на скорость. Это мне туда надо идти, да? Обратно? Ну, давайте обратно сходим. Посмотрим, что получится из этой авантюры. Может, там внизу проход откроется, не знаю. Еще вот думаю, заканчивать этой серией или делать их две, потому что вроде мы находимся что-то где-то на 80% прохождения и как бы... И как бы вот хз. Так, сюда нельзя. Ага, ага, ага. А, я даже вспомнил, тут, по-моему, был длинный-длинный коридор, который вел тогда к месту дракона, где он спал. По-моему, да. И он по этому коридору гнался за нами, и там все обрушилось. По-моему, да, вот именно тут такое было. Ну, так, смутненько припоминаю, но что-то такое вроде бы, да. Так, отлично. Значит, нам не сюда. Можем обратно попробовать сходить, поглядим, что там у нас есть. Ну, обратно я вернуться не могу, что ли? Вот, здравствуйте. Так, куда мне тогда? Сейчас что-то сложно как-то было, подождите. Так. Нет, действительно, а куда мне? Так, где чертовое испытание на скорость? Превосходно, сюда, пожалуйста. Что? Серьезно? Надо было просто замок тебе показать. Странно. Ну, и где же он? Мяу, очаровательно. Без сомнения. Прикотываешься надо мной? Ты собирался бросить мне вызов в таком виде? Следи за своей речью, король. Мой облик никак не отражается на моих способностях. У меня нет проблем с кошками. Мэнни или с гоблинами, или с финксами. Моя проблема — это ты. Мои проблемы все с тобой. Не важно. Дуэль еще не началась, а я уже победил. Но я уже победил. Знаешь ли, что принес мне все необходимое для последней партии космолоции? Я в шоке. Позволь мне донести до тебя, что ты, король Грэм, слабоумный. В очередной раз... Да-да-да, смазливая поэзия еще часа на два. Пардон за мою невыразительную речь, хотя левым ухом я едва слышу. Ладно, будь по-твоему. Я буду говорить кратко, длинными предложениями. Протягивая слоги, чтобы подчеркнуть момент, повышая свой голос и используя больше неудобно понятных слов. Злоупотребляя термином кретины, мне нужен волос из твоей бороды для заключительного ингредиента. Увидимся на закате. Скорейте же меня на плавучем острове. Хорошо поболтали. Прям замок весь, смотрите-ка, растворился. Притом, что он типа и супер, там, коего-то прочного сплава, там, тыры-пыры. Так. А, это что, не растворилось? Да ладно. Пап, мы тебе вкусняшек принесли. Пап, скажи что-нибудь. История. Гвендолин, сходи за сиделками. Нет. Что же мне делать? Что тебе принести? Позвать маму? Мам! История. Косторка? Нет, история. История, помоги мне закончить ее. Давай вернем его в постель. Держи за ноги. Грэм! Я не смог дотянуться до колокольчика. Я должна была догадаться, что ты попытаешься сбежать. Я думал, что мне нужно еще одно приключение. Один последний трофей на этих полках. Но единственное сокровище, которое мне были нужны, стоят со мной рядом. Все хорошо, дорогой. Можешь не сопротивляться. Время пришло. Это время. Нет, пока моя история не завершится. Ты ее закончишь. Я? Я не знаю, чем она кончится. Я помогу тебе. Я не могу. Я не готова. Пусть Гарт ее расскажет. Дедушка передает эту шляпу тебе. Я думаю, тебе стоит ее принять. Давай, милашечка. Король-дедушка, величайший на свете искатель приключений, сделал бы все, что в его силах, чтобы защитить свою семью. С наступлением заката на вершине плавучего острова Мордок разместил последний кубок для токсичной битвы умов. Отличное начало. Добро пожаловать, друг. Мы рад, что ты добрался. Монанан вернул себе человеческий облик, используя ингредиенты, которые дедушка по незнанию принес ему. Но он был слаб. Живительный кристалл был единственной вещью, поддерживающей его жизнь. Мордок тщательно разработал ряд испытаний, чтобы проверить нашу сообразительность. Не волнуйся, он не дал мне никаких ответов. В некоторых кубках подмешан гипнотический порошок. Мы пройдем каждый объект индивидуально. Если ты выпьешь из любого испорченного кубка, то проиграешь и подвернешься моему заклинанию, и наоборот. Кубки были установлены на объектах, каждый со своими правилами. Я избавлю тебя от утомительного монолога и дам просто прочесть правила. Готов доказать, что гоблин умнее человека? О, куда он исчез? А, вон, сразу туда встал. Так, мне сразу же интересно, что у нас по времени. Ячейка сохранения. 90, да? Так, ну что ж, давайте тогда мы оставим на вторую серию нашу битву с Манананом. Вот, а на этом всем спасибо, кто смотрел. Всем пока и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok